У нас тут рассвет, ветер 40 узлов и волна по прогнозу почти 2 метра здесь. Вот эти лайнеры ходят по расписанию, что шторм, что не шторм, все равно. Гуляем по острову Насау, изучаем здесь остров и вообще все достопримечательности. Идем сейчас по лестнице самой знаменитой, лестнице королевы Виктории, которая приехала сюда в Насау и говорит, ой, какая у вас красивая лестница. И сразу в честь ее эту лестницу назвали. Раньше никак не называлась. Вот такой вот пиратский остров. Интересный, красивый, водичка чистая. Лестницы высокие. 100 с лишним метров лестница. Построена в 1670. В общем, не знаю, в каком году она построена. Ну, в общем, еще один лайнер заходит. Вон тот вот, который сейчас припаркован. Зашел в 7 утра. Сейчас ровно 8. У нас как раз вышло новоселье. И его только что припарковали. И вот заходит второй лайнер. Сейчас два пилота. Будут его заправлять вот туда вот в карман. Вообще не представляю, как это делают. И он стоял вот здесь вот на якоре, ждал, пока того припаркуют. Тут запросил больше времени по рации. И там еще вот третий лайнер. Тоже его сюда сейчас будут как-то устанавливать. И вот пушечки тут. Написано, я читала, что написано, что на них не написан год. Хотя вот написано, что 1829. На некоторых не написан год, потому что они очень старые. Очень старые пушки. Мусор свежий. Пушки старые. Тут какой-то маленький фордик, да? Вот он форд. Во всех путеводителях написано, что это хорошая смотровая площадка, чтобы любоваться заливами Насау. Но тут вот что-то не учли архитекторы и начинают строить дом. Вот здесь вот прям на самый вид Насау. В общем, обломали весь кайф. Зачем они его здесь построили, непонятно. А так, на самом деле, был, наверное, красивый вид. На подходе было видно все гражеские корабли, которые пытались захватить Насау. Но это невозможно. Только она. Вокруг мели полтора метровые, поэтому без карты на Вионикс не пройти. А еще вот она, башня тоже здесь прям стоит красивая. Можно тоже отсюда пробоваться. Ну, в принципе, мне кажется, что здесь все достопримечательности в одном месте. Лестница, башня, форд и бухты Насау. Ну, вообще, кстати, очень миленько. Мне нравится так как-то. Тенечек такой со всех сторон. Скала, конечно, или я не знаю, как это делается. Это очень круто. Я чувствую, как мы... Вы видели этот новый фильм с Ченни Ченем и Сен-Джо Балаком? Интересно, интересно. У нас вон что творится. В общем, а вон, кстати, пилот едет за лайком. У нас такая тачка. Вон, толкает его. А, да, на разворот. Ох, сейчас его тут прям будут разворачивать. Мамочки. Прям здесь у нас под кормой. Вон, один толкает здесь, наверное, второй там нож толкает сюда. О-о-о-о-о-о-о-о-о-о. Какие вот пушки охраняли этот форт. Ой, сейчас уже никто ничего не охраняет. Два собора рядом, оба закрыты, неизвестно, то ли, в принципе, закрыты, может быть, сегодня не день церковный, вот, еще нашли какие-то красивые улицы тут, что, пойдем туда, сходим, посмотрим, что это такое. Надо было все-таки вниз идти там красивее. На острове, на острове население 200 тысяч человек, и весь остров, это Насау, Насау, один город, один остров, все просто, вот так вот. Скорее всего нам куда? Какая красивая улица. Ну, судя по всему, да, вино делают на этой улице, она самая красочная, самая красивая. Похоже, нам надо идти туда, пошли. Багама, вот, смотрите, все четко, понятно. Багама, музей, скелетаж, топ, все понятно. Мы забрели на улицу, ой, какой фонтанчик. Мы забрели на улицу, где находится картинная галерея, как он называется, ликер-водочный завод. Вообще вот здесь вот, что-то как красиво, все красочно такое, миленькое, цветочки в руку, яркие краски. Честно говоря, прям как-то удивил этот район, такое прям настроение поднимает. Спасибо вам, Насау, за хорошее настроение. Национальный арт-галерея. Написано парк-галерея. Закрыто все. Видимо, тоже как-то... А, написано открыто и замки висят. Извеживаю открыто. Нашли какой-то конфедеральный собор. Хочется очень за этим смотреть. Что там? Что-то вход в какой-то этот... На улице. Нет, закрыто. Там видишь коридор слева, какие-то чуть-чуть такой за скучкой, мы слева лежат. Кассеты какие-то. Может, туда сходим? Или здесь нельзя на территории ходить? Ты, какая красивая скульптура. Мария с молодецом. Красивый ход, да? Цифровел. Так, а это что? Это кот? Такой звук от вентилятора. Пойдем, посмотрим. Красивый ход. Красивый ход. Там на этих... На креслах чрезвычайно весованы, чтобы не садились. Видимо, из-за ковида, да? Да? Смотри, где-то можно. Второй ряд вверх. Это, смотри, прям стихом в стене. Что это такое? Я думаю, что это что-то... А, это же, наверное, детей крестит, да? Похоже очень. Купель такой. Я не знаю, что это? Извините, это что-то. Ну, вообще, здесь какой-то прикольный. Мне нравится. Прямо посидеть хочется. Помолиться. Здоровье всех людей на свете. Вот мы стоим вот здесь. Сам эпицентр урагана. Ну, никак урагана. Его не называют ураганом. Этого циклона. Этой непогоды. Он севернее нас. Вот он вот здесь вот. То есть он проходит даже не через нас. А у нас такое сильное влияние. То есть вот на САУ. Такие вот у нас... Такие вот у нас карты. В общем, стоим. Уже больше суток мы не спим. Мы качаемся. Нас уже стащило. Якорь мы перезавели. Встали. Слава Богу, нормально держимся. Уже больше суток стоим на одном месте. Несколько лодок стащило. Несколько лодок с моря пришли. Несколько лодок стояли здесь с нами на якорной стоянке. Запросили вход в марину. Убежали ночью. В общем, не очень хорошая обстановка для того, чтобы стоять на якоре здесь в такую погоду. Филадельфе. Вкусный сыр. О! Какой красивый. У меня на первой городе будет. Вообще, по идее... Так, что-то мне тут все закрылось. По идее, в таком случае должны были уже присвоить статус урагана. Потому что, если смотреть вот здесь, то 70 узлов стабильно дует и выше. А ураган это, по-моему, уже от 60 узлов. Но, видимо, уже сезон ураганов закончился, поэтому ураган не дают. Дают просто циклон. Шторм. Шторм. Просто шторм. Просто шторм. В 70 узлов. В бухтах 70 узлов. Просто шторм. Какой ураган в середине января? Уже закончился сезон ураган. Вот он где закончился. Господи, а родила-то на кого? Я не знаю, как они за такого зафантазировались. Арт-галерея закрыта. Открыт только магазин при этой галерее. Я думаю, можно зайти, посмотреть, что тут происходит. Ух ты! Ух ты, как прикольно здесь. Такая лавочка у меня в деревне была такая, а потом через пару лет расслабилась. Какой-то арт-парк. Такая себе циклоненькая. Тут они что-то навыдумывали. Затейники. Вот такие вот тут вот арт-объекты. 2012 года. Первый экспонат. Нужно смотреть, оценить, вдохновиться, насладиться. И какие у нее красивые формы лица. Он все такой красивый. Ягиня. Молодец. Красивая какая-то экспозиция у нас. Пираты. Это же все про пиратов, да? Смотрите, какие вообще классные штуки. Это вот на этих, на веревках висят. Разбойники. Тут разбой. А здесь вообще вон крючок какой-то. Че он вот этим, повешенный какой-то. Боже себе, сколько они тут всего навертели-то. А че сверху написано? Буээ-надбей. Буэнадбей. Буэнадбей. Прикольненько так. Заморочились люди. Женщина-серпант, там написано, серпантин, наверное. В общем, такие вот женщины у них тут на острове были в 2000 году. Рожали рыб с крыльями, шлемами. Ну, похоже, похоже, да. Вот там в 2000 году написано таблички. Я ничего не придумывала, так что можете проверить. Я бы сказала, что это не серпант-вумен, а обычная женщина-пиявка. Смотрите, какой вкус. Прямо как у пиявки. Я таких пиявок в речке видела в России. Прямо очень похоже. Здесь китайские. Это чья-то жена просто. Вредная. Да, кто-то видит так свою жену, да. Обычно честь жен там звезды эти. Метеориты называют. А здесь вот такую жену сделал. Там вот никуда не ходит, наверное, только ползает по дому. И рыбу все время сию. И шипит. Рыба. 43 узла порыв, ветер стабильно, 35-36 узлов. И откуда же он пришел, этот шторм? 44. 45 было. Только 40. 45. 45. Ни один прогноз такой не обещать. Я не знаю, на кого вообще ориентируются. Но они всегда занижают. 38-40 сейчас стабильно будет. 44 и 8 будет. 44. 44. Буря в стакане воды какая-то тут. 44. 44. Что-то на пляже никого нет. 45. Вик, я что-то пропустил. А они развернули обоих, они ушли. То есть они его развернули и отправили куда-нибудь. То есть лайнеры не встали, да, у стенки? А почему? А тот-то встал, да? Тот встал, он круглый, скорее всего. У него отбойники какие-то там по бокам. А может быть он когда заходил, не так шквалисто было, кстати, да. Вот сейчас вот после 8 начали шквалы. А он заходил 32 было. А сейчас 45. Сколько ты уже не спишь? Я не сплю с 7 утра вчерашнего дня. Сегодня... Сегодня уже сколько времени? Уже... Вторые сутки пошли, да? Вторые сутки пошли. В общем, сейчас 9-10 уже часов, я еще не спала. Нечем гордиться, конечно, но ничего. Ого! Валмишка! 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 Изготовление... Изготовление... Не, не музей. Фабрика изготовления рома местного, баганского. Еще тут несколько сортов делают. Посещение в территории бесплатное. Можно даже посмотреть тут на что-то такое интересное. И в конце можно приобрести ром. Сейчас мы посмотрим, что у них тут на территории. Приобрести в смысле... Купить. И спить. Нет, можно и спить. А, кстати, дегустация за деньги. То есть можно заказать себе какое-то количество рома, которого вы хотите попробовать. Он даже здесь коктейли могут сделать. Но за деньги все. И, естественно, можете купить там какой-то объем. Какой-то себе. Да, посещение территории бесплатное. Ничего тут интересного нет. Вон три бочки лежат. Три бочки, как обычный парк. Сейчас вы можете прослушать экскурсию по рома варенью на английском языке. Такой вот мини-музейчик, где и как изготавливали ром. Про пиратов там заливают. Пираты, первые ромоделы. Если вы хотите взять фотографии, то вы можете приветствовать. Хорошо? Хорошо. Теперь, перед тем, что мы сделаем дорогу, я хочу показать вам все эти красивые пираты. Мы его называем, как Гранд Виастер-стейк, используя на арт-слейерах. Это, наверное, первая рома. Наверное, первые алкоголики. О, как они заходили. Вот, кстати, наши яхты вот здесь припаркованы. А вот здесь вот как раз эти... Такое насыпь. Ничего вообще не изменилось. Это, наверное, в пираты только будут. Включаем. 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 Кому-то присутствует, да? Да. Что, пойдем? Конечно. Он говорит, а теперь пойдемте выпьем. И все такие, о, наконец-то, экскурсия закончилась. Сразу как все повеселели. Ах ты, сейчас что-то красивое. Это колорис. А что там? Ну, всякие какие-то. Рабов нет? Да. А что там? Колодец. А зачем? А зачем? А зачем? Увековечили. Для потомков. Еще вот какая-то штука стоит. О, как шипит красиво. О, сколько у них потро. Чувствуешь омбре. Да. Да. Это типа они в Ромовых боськах Ром делают? Вон они в пластике уже все там, наверное, делают. Привезли откуда? А здесь развивают. Конечно. Мне больше откуда-то сварили, да привезли. Он даже в коробку прям сразу. Я даже откуда из Пушкина. Из Пушкина? Да. Из Завантеевки, наверное. Можем посмотреть, полюбоваться, как работают сотрудники. Берут бутылки, наливают в них что-то из тех пластиковых контейнеров. И вот сидят этикетки, клеят. А эти вообще навеселее сидят. На дышалке проще. Пригоняют алкоголики, экскурсанты. В общем, сейчас тут ведут на дегустацию. Посмотрим, куда она их уведет. Подождем, наверное, да? Просто не зайдут. Поехали. Окей, всем. Это конец. Увидимся. Я надеюсь. При фабрике есть магазин. Нужно купить ром, водку. Водка будет купить 2 долларов. А рома 30 видов. Всего 5 видов. Самый дорогой 110 долларов. Так что можно здесь поставить. Вот они, кстати, все. 5 видов. И вот. Да. В принципе, можно. Почему-то нет. Можно? Да. Здесь сидите. Сабрику посетите. Дегустироваться. Приобрести. Можете все 5 видов рома. Включаю. В смысле плюс еще водки любой. Так что вот так здесь люди отдыхают. Да. Да. Коктейльчики любые мутят. На основе этого рома. Ну, в общем, нормально живут люди. Хороший остров. Хороший остров. О! Эти такосы тут продаются. Может, все. Там поесть можно. Ну, все. В общем, все. Мы посмотрели. Изучили. Пойдем теперь в посольство американцев. Еще вот здесь есть какое-то здание по сигарам. Наверное, тоже проводят экскурсию. Как это все делали. В общем, как вот неправильно курить сигары. Как их заворачивали. Но, в общем, мы, честно говоря, уже так немножко подустали. Тут ходить гулять. Смотреть, как ром делают. Как этикетских бусинку приклеивают. В общем, не пойдем мы смотреть на сигары. Все и так понятно. Берут лист, табак завернули, скрутили. Ну, так вот сделали. Сигары готовы. Кстати, из-за интересного эти сигары запрещено ввозить в Америку. Так что вы можете здесь купить. И здесь надо будет покурить. И попить. Да. В ром, кстати, тоже ограниченное количество можно ввозить в другие страны. Поэтому будьте аккуратны. Eleven, в общем. Стоит посетить пиратский музей. Eleven dollars. Я уже, честно говоря, не соображаю, сколько это Eleven. Но, в общем. Eleven – это меньше, чем 12. Меньше, чем 12, да. Где-то Eleven, я не знаю. В общем, я реально ничего не так устала, что я просто... После этого винного завода. После этого винного. Там, кстати, заходишь, когда вот в само помещение, где они эти бутылки обклеивали, там такое амбаре чувствуется. Так что я не удивлюсь, если я реально чуть-чуть это... Понюхала. Надышалась там этими испарениями ромовыми. Мне достаточно понюхать. Мы погуляли сегодня очень классно. Осторожней машине. Если вы ищете американское посольство, чтобы поселить Америку, имейте в виду, что здесь вот на Багама, на Сау, рядом с Багамом, есть американское посольство. Вот люди тоже в очереди сидят, ждут свою очередь в посольство вот здесь. Вы можете записываться, заполнять анкету, приходить и получать визу в Америку. Я не знаю. 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 Сколько времени? Здрасте. Здрасте. Время 3.30. В общем, такие уже, получается, вторые сутки. Да, вроде вторые сутки уже. Мы обещали, что в 3 часа всё стихнет, что всё уйдёт, всё по-зелёному, все карты будут, ничего подобного. Что с погодой-то? В 3.30 где-то 25-30 углов дует. Тебе какую карту показать? Реальную. Реальную? Ну вот. Реальная? В принципе, да. Вот. Ноль часов. Вот. Уже вот дуло, стоп. О-о-о. Ну, в принципе, развернуло. Разворачивает, да? Да. То есть ветер становится... Северный. Ты спишь, что ли? Я не сплю. Уже вторые сутки. Так. Вот. Вот это было в ноль часов. Так и было. Дуло вообще не останавливается. Два часа. Вот три часа. Обещаю, что всё зеленеет. Ничего не зеленеет. Вообще, всё как вот в ноль дуло, так и сейчас будет. Ну, волны меньше. И, кстати, 18 градусов у нас. Ну, обещаю, это 18. Вот. Так вот, по некоторым данным, здесь ещё северо-западный. Друзья, километры в час стоят. Да? Да. Господи, а я-то думала, что у меня за это? Как изменить? Да, настройка. А где? Вон вверх. Господи, а я что? Я целые десять часов страдала. Настройки сбились. Вот всё по-зеленому. Все прогнозы. Обещают одно, что всё вот в четыре часа, вон, двадцать узлов максимум дует. Время пол четвертого. Дует тридцать на порывах. Ну, как его посмотреть? Сейчас посмотрим. Сейчас. Я туда нажимаю уже. Ну, вот этот нормальный. Вот. Ставь метку туда. Куда? Где мы стоим. А вот стоит всё. Так, волна. Вот. Сейчас. Ну, двадцать три обещают. Сейчас вот волна должна стихнуть. Днём, кстати, была два метра волна. Сейчас вот эта. Ой, боже мой. Вот. На порывах тридцать три. Ну, в принципе, да, так и есть. На порывах тридцать три. Вот. В четыре ещё будет. К семи утра будет поспокойнее. И ветер у нас какой? Ветер у нас вот такой. Ну, целый день ещё будет дуть толком. Непонятно ещё. Я думаю, что всё идёт тенденция на уменьшение ветра. К стирю. К стирю, да. Поэтому, я думаю, уже не надо ждать никаких опасностей. Ставь сигнализацию и ложись спать. Он разворачивает весь. Да. Ложись спать. Всё. Пост сдан. Вот они грабили весь мир. А в честь них музеи теперь строят. Пираты. А вот национальный пиратский музей. Национальный массаутский музей. Пираты. Закова тебе? Да. Сексуальные игрушки. Пираты что придумали? Уй, какая красота! Да вообще класс! А мы на Абагамах! Вау, класс! Офигенная вода! Нигде такую не видела! Самая чистая вода вообще какая есть! Там вообще красиво было! Сюда все какие-то полицейские ездят! Ага! Ух ты! Какая-то пудня на дне лежит! Вон киль видно! Ой, это перо видно! Руль видно Субтитры сделал DimaTorzok